В Люберцах завершается турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. В этом году в нем принимают участие больше 200 спортсменов из 40 регионов страны. Победа в соревнованиях гарантирует участие в первенстве страны по боксу среди юношей. Григорий Ворванин продолжит. Спортсмен из Люберец до Лернигматов боксом занимается два с половиной года. За это время провел 22 боя, в 19 одержал победу. Считает, в этом заслуга не только его, но и тренера, который умеет найти подход и настроить на поединок. Будет уверен в себе, уважает своего соперника и попадает точно в цель. Попадает точно в цель и не позволит сделать это сопернику. Один из главных принципов бокса в третьем раунде действует лишь наполовину. Обмениваясь ударами в голову и в корпус, спортсмены забывают о защите. За ходом каждого поединка внимательно наблюдают другие спортсмены. Ведь на ринге в этот момент может быть следующий соперник. Следят и тренеры, чтобы дать подсказку. И, конечно, болельщики, среди которых мамы Юлия Стрижакова признается, во время боя сына успевает пережить массу эмоций. Я же мама. Ну и слезы бывают, и все. Ну, конечно же, переживаешь за ребенка. Хоть какой он будет. Первое место в турнире памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова гарантирует попадание на первенство России по боксу. Стимул для спортсменов высочайший. И даже победе в предварительных боях боксеры радуются так, будто выиграли чемпионат мира. Победу нам подъезжал по своему миссию. Сидио. Ну, так как уже вроде бы последние соревнования, так что приехали сильнейшие. И уровень уже, и качество бокса здесь немножко повыше, чем на таких турнирах. Именно тех, кто получит путевки на всероссийское первенство по боксу, станут известны после финальных поединков. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ.